Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаемся стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Начинаем с вами вязальный марафон ЦИПа. И сегодня у нас первая часть, на которой мы будем делать основную подготовительную к вязанию работу. То есть наша задача подобрать пряжу. У меня это кроссберт Бразилии, пехорка, 500 метров, 100 граммов. Как видите, ярко-желтого цвета, потому что ЦИПа, цыпленочек, мы будем вязать в желтенькое платье. К нему идет дополнительная нить. У меня это молочно-белый цвет, он немножко потоньше и хорошо. То есть это отделочная дополнительная нить. Ее надо совсем немного, поэтому покупать какую-то особенную пряжу не нужно. Буквально нужно немножко отделочной пряжи цыплячить цвет. Мы решили, что молочно-белый будет подходить в качестве отделки к желтому. Вяжем расчетный образец, потому что любое платье, любое изделие на вязальной машине вяжется под расчет. Я вам буду показывать, как мы будем рассчитывать каждую деталь. Но для того, чтобы вы рассчитывали размер вязания по своей пряже, нужно свою собственную петельную пробу иметь. Поэтому вяжьте образец. У меня он небольшой, но в принципе достаточно, потому что вязать мы будем на куклу. Размер маленький и образец у меня 40 петель на 40 рядов. Как измерять и как делать правильный образец? Вы видите, у меня желтый цвет ограничен контрастным цветом серым и петельными столбиками пустыми, для того, чтобы мне не пришлось высчитывать краешки. Итак, у меня 40 петель от точки до точки. Измерение всегда проводят в середине полотна. Здесь 8,7 см по рядам и, если правильно положить, 14 см по петлям. Делю 40 на 14, у меня петельная проба, 2,86 петель. 40 делю на 8,7 см, 4,6 рядов. Плотность вязания семерка. Все указываю, ничего не забываю, потому что в процессе вязания... Марафон будет долгий в процессе вязания марафона. Вы будете вязать еще какие-то вещи, вы можете это просто забыть. У нас всегда будет под рукой запись с петельной пробой. Будут записи с пометками и с какими-то дополнениями, которые мы будем на протяжении всего марафона оставлять. Закончили марафон, будете вязать для своего ребенка такое платье. Эти записи вам пригодятся, не выбрасывайте. Итак, задача сегодняшней части. Подобрать пряжу, сделать петельную пробу, то есть провязать расчет и выполнить петельную пробу. Присылайте фотографию того, что у вас получилось, собственно, того, что вы видите на экране. Пряжу, расчетный образец и петельную пробу с указанием всех этих данных. Фото прислали и домашнее задание первой части марафона ЦИПа считается выполненным. Пряжу, расчетный образец и петельную пробу с указанием всех этих данных.